По поводу отношения к Стакаевым, о тех угрозах, оскорблениях в его адрес, не кажется ли вам, что сегодняшние казахстанцы имеют несколько другие ценности? Если вы этим самым хотели их заполучить, их протекторат, их голоса, их поведение, отношение к вам, не кажется ли вам, что сегодня казахстанцы немножко другие? Вы давно не были в Казахстане. Мне не нужно быть в Казахстане, я там всегда. Я каждый день там, я знаю о стране больше, чем любые министры, включая самого Токаева. Я знаю больше. И у кого есть сомнения, я их приглашаю показать, что они действительно знают больше меня. Таких я пока не видел. Что касается, в частности, то, что вы какой-то кусок моего выступления застали, на самом деле вы же, скажем, не наблюдаете за мной каждый день. Я регулярно выхожу в эфир, это, скажем так, часть контекста, поэтому вы зацепились за часть контекста. А суть заключается в следующем. Режим всегда пытается выставить этого лидера некой такой, знаете, силой. Вот, собственно, как в России он садится с торсом, типа спортом занимается, я крутой, на самолете летает и так далее. Поэтому в авторитарных режимах нужно просто опровергнуть. Тем более, когда, ладно, Путин он спортом занимался и так далее, как-то соответствует этому образу. А когда у нас президент страны, рыхлый, не спортивный, просто вот такая вот рыхлая масса, не хочу резче говорить, безвольная, притом это, когда я говорю, я же не просто говорю как эксперт, я говорю как человек, который работал с ним в одном правительстве. Он не профессионал, не разбирается ни в экономике, ни в чем. Он был министром иностранных дел, а Казахстан не является какой-то большой державой. Она фарватерей России постоянно или фарватерей больших стран. И министр иностранных дел, по сути дела, просто сектор протокола, который встречает руководителей тех или иных стран у трапа самолета, ковер, цветочки и так далее. Эти министры не формируют международную политику в авторитарных странах. Ее формирует тот, кто захватил власть. Поэтому вот этот человек, он ничего из себя не представлял. Я с ним работал в правительстве. И даже был какой-то короткий период, у нас были теплые отношения. А потом в поездках по России я понял, что это человек, который раб по своей сути. Он учился в МГИМО, это бывшие все КГБшные работники, по сути дела. И у него психология раба. Психология не человека, представляющего интересы независимого государства, а именно того, скажем, продукта советской системы, который не принял, что Казахстан стал независимым государством. И во всех этих поездках в Россию он вел себя просто как вассал. Все действия, которые он экономически прилагал в тот момент, они были направлены, ну, фактически это ущерб нашей стране. И вот, собственно, эта ситуация привела, что между нами возник конфликт сразу. Это еще было в 99-м году. Конфликт был именно в Москве. И он не прекращался. Это раз. То есть я говорю еще раз, это не профессионал. И мне было важно людям это продемонстрировать. Я эти последние 4 года, когда он президент, показываю. Смотрите, он объявил ту или иную программу. Ну, она нереализуемая. Через короткое время люди подтверждают, видят это. Потом говорю, смотрите, он лгун. Он говорит, что мы Конституцию не будем менять. Через несколько месяцев он говорит о изменении Конституции. И он говорит, что он президент, а я говорю, он не президент. Он как, знаете, когда Медведев с Путиным были, менялись должностями. Ну, ладно, Медведев там как-то еще более-менее выглядел как президент. Они эту игру как-то поддерживали. А здесь при действующем президенте Назарбаев, пенсионер, встречался с Путиным, с главами государств. А это где-то сзади сидел на подхвате. Путин год не мог его имя-отчество произнести. Жемель Кемелевич, Кемель Жемелевич. Мы смеялись, Россия смеялись. Вот только сейчас он сумел выучить его имя. Это был номинал. Поэтому я нашим людям, которые воспринимают власть как некое, знаете, божество, я поясняю, что это не божество. Это мебель просто, куда его поставили, он там и стоит. И физически, как они его представили, его пиарщики, выходили, молодежь собирали, говорили, только кто? Тигр. Вот так вот, тигр. Ну, тигр должен быть тигром. Это безвольная масса, я говорю. Это безвольная масса. Он не тигр. Он не управленец. Он ничтожество. И как мужчина он трус. Трус, во-первых, как политический деятель, потому что не допускает никого на выборы. Пальшивые выборы сажает людей в тюрьмы, пользуясь возможностями главы государства, репрессивным механизмом. Это трус. Потому что если ты не трус, ты идешь на выборы и побеждаешь, демонстрируешь силу. А если ты искусственно вбиваешь, это как чемпионом мира, как стал. Взял своих соперников, всех отстрелял и стал потом чемпионом среди бабушек и дедушек. Это и так вот выглядит. Понимаете? Поэтому это я показывал риторику. И когда люди воспринимали некоторые как тигр, я говорю, да вот моя история. Когда вот этот человек неправильно себя вел, я просто по мужски решил с ним разобраться. Когда я был 35, ему 45 лет, что называется, он в расцвете сил. И он сразу струсил, сразу стал у меня просить прощения. Я этот пример приводил. Поэтому это не то, что в один случай, что более внешне щуплы, чем он, запугал более взрослого человека, более выглядящего крупнее. Нет. Это был комплекс аргументов. И в экономике, и в политике, и в жизни, и так далее. Просто вы застали маленький кусочек. И у вас возник вопрос, а является ли это ценностью для наших граждан? Нет, это не является в чистом виде ценностью. Это в целом просто дополняет портрет этого человека. И всё. Продолжение следует.